Выплачивать бонусы в таких завышенных размерах. Мы знаем, какие вознаграждения, какие премии выплачивались за границей, что, собственно говоря, в известной мере привело к такой тяжелой кончине некоторых финансово-кредитных учреждений. У нас тоже есть примеры весьма высоких вознаграждений. Это, конечно, дело компании, но если компания получает поддержку от государства или если компания является государственной с точки зрения собственника, то есть компания принадлежит государству полностью или в значительной части, я считаю, что наши уважаемые менеджеры, руководители этой компании, должны самоограничиться. Даже если они уже приняли решение о выплате себе высоких компенсаций, можно это решение поменять. И я после возвращения в Россию обязательно такие рекомендации правительству и, соответственно, государственным компаниям, компаниям с госучастием и компаниям, которые получают соответствующие формы поддержки от государства, обязательно выдам. Нужно вести себя прилично в такой ситуации. Дмитрий Сергеевич, простите, пожалуйста. Здесь можно Сергеевич. Извините. Всё-таки в итоге к саммиту «Двадцатки» все задавали вопрос. Те решения, которые здесь приняты, это начало конца кризиса или это очередной этап подготовки развития чего-то? Чего ждать людям? Это начало конца кризиса или нет? Вы знаете, мне бы хотелось сказать, что это перелом, но как ответственный человек я так говорить не буду, потому что мы об этом говорили неоднократно, и я ещё раз вынужден об этом сказать. Закономерности развития этого кризиса пока не знает никто. Тем не менее, ряд тенденций в финансовой сфере, в сфере производства, которые существуют в большинстве стран, показывают, что мы не только катимся вниз под уклон, но и по каким-то моментам всё-таки наступают элементы стабилизации. Это пока не затрагивает экономики в целом, не отражается, к сожалению, на показателях жизни, на уровне доходов, но где-то всё-таки по отдельным узлам происходит стабилизация. Если это так, значит, у нас есть шансы в какой-то момент всё-таки уже принять целую совокупность решений, которые помогут нам выйти из этого крутого пике кризиса. Но я не возьмусь, конечно, сегодня сказать, что после сегодняшних решений ситуация радикально поменяется. Сегодня во многом мы залатываем бреши, которые возникли в финансово-кредитной системе и в экономике мировой в целом ещё 3-4-5 лет назад. Но не надо было собственной экономики перегревать до такой степени, что в конечном счёте это привело в известной степени просто к остановке финансовой жизни. И самое печальное – к утрате доверия и к падению уровня жизни миллионов и миллионов людей. Поэтому и выход из этого кризиса, скорее всего, будет более продолжительным, чем нам бы того хотелось. Но то, что мы сегодня встретились и обсудили эти вопросы, обсудили в абсолютно конкретном ключе – это очень неплохо. И ещё одна вещь, которую сегодня отмечали все участники. 20-25 лет назад невозможно себе было представить ситуацию, когда столь разные государства со столь разными экономиками, разными ментальностями, историческими традициями сели бы за один стол и смогли договориться в такой тяжёлой ситуации о том, как действовать. Причём достаточно быстро договориться. Сегодня вспоминали уроки Великой депрессии. Ведь всё началось в 20-е годы, а договорённости возникли в конце Второй мировой войны. Для того, чтобы осознать, что депрессия влияет на все мировые экономики, да и тем более ряд государств, как вы знаете, не участвовали в этих обсуждениях, потребовалось 15 лет. И одна война. Очень серьёзная. Та скорость, с которой мы действуем, как минимум наводит меня на мысль о том, что многие из решений, которые мы принимаем, будут достаточно эффективными. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, Рянов, Елена Глушакова. Насколько нам известно, Вы сегодня упоминали о проблеме протекционизма на саммите и даже говорили, что Россия готова отказаться от таких мер. Вот о чём идёт речь? О мерах, которые уже приняты? Мы откажемся от мер от дальнейшего введения каких-либо заградительных пошлин? Или мы будем смотреть на то, как остальные страны ведут себя по этому вопросу? Спасибо. Знаете, протекционизм – такая тема тяжёлая, потому что почти все страны клянутся в приверженности, делу борьбы с протекционизмом, отказываются от протекционизма, а де-факто всё равно принимают защитные меры. И мотивы принятия этих решений довольно легко объяснить. Потому как, когда возникают проблемы на конкретных предприятиях, в конкретных коллективах, большинство руководителей стран, большинство руководителей правительств делают выбор в пользу национальных интересов. Но в целом протекционизм – это вредная для мировой экономики штука. И это все прекрасно понимают. И поэтому по протекционизму были сделаны специальные заявления в рамках того кеменнике, которое мы приняли. Что это означает? Это означает, что мы, конечно, должны воздерживаться от принятия примитивных защитных мер, которые блокируют торговую деятельность и блокируют работу на рынках. Мы должны внимательным образом отнестись к тем мерам, которые уже приняты. Если эти меры, это касается всех, и России в том числе, покажут, что они неэффективны, тогда от таких мер следует отказываться. Но в некоторых случаях, и мы об этом открыто говорили, я об этом говорил своим коллегам, нам нужно еще убедиться в том, что такие меры не действуют или, наоборот, наносят вред интересам иностранных производителей, иностранным государствам. Поэтому вопрос протекционизма абсолютно конкретный, штучный, связанный с конкретными ситуациями. Я не буду приводить элементарных примеров, но очевидно, что с момента проведения Вашингтонского саммита уже насчитывают от 100 до 700 случаев протекционизма в мире. Это означает, что жизнь берет свое. Тем не менее, позиция лидеров государств простая. Протекционизм в период кризиса, как явление в целом, он вреден. И ему нужно давать заслон. Спасибо Вам большое. До встречи. Пока. Продолжение следует...